Если вы видите эту видеозапись, если вы ее начали смотреть, то я вас очень сильно прошу, досмотрите ее до конца, потому что, скорее всего, нам понадобится ваша помощь. Присылают мне, значит, видеозапись из ресурса Чреба Медиа с довольно интересным названием. Теневая подоплека блогерской свистопляски. Очень интригующее название, ролик начался очень интересно, отрывок из этого ролика вашему вниманию. Речь пойдет о вмешательстве определенных кругов Северной Осетии во внутренне политическую ситуацию, разворачивающуюся здесь, на юге Осетии. Наверняка многие в республике уже давно пришли к выводу, что информационная война, развязанная против Южной Осетии, кучкой северо-осетинских мелких общественников, блогеров и журналистов, перепутавших свое ремесло с одной из древнейших профессий. Че? Любопытно подумал я, как это связано со мной, зачем мне прислали этот видеоролик с просьбой посмотреть. Я начал смотреть дальше. Десятки других мутных персонажей, выскакивающих из табакерки один за другим, все они создают ощущение оркестра, дирижируемого из одного центра. Кто-то скачет с одеялами и термосами в цхинвал, кто-то нищая голосовые связки... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Можно чуть-чуть назад перемотать, пожалуйста? Кто-то скачет с одеялами и термосами в цхинвал. Ах, вот оно что! Это что получается? По мнению ресурса Чреба Медиа, вся благотворительная адресная помощь многодетным малоимущим семьям Южной Осетии это путать свое ремесло с древнейшей профессией? Это что получается? Когда Южная Осетия оказалась на грани ковидной катастрофы по причине отсутствия достаточного количества медикаментов, мы с Валега Зати с миру по нитке собирали деньги для того, чтобы купить лекарства и отвезти их в Южную Осетию? Это вы называете скачки с термосами и с пледами? Или путать свое ремесло с древнейшей профессией? Чреба Медиа? Да кто вы нахрен такие? Те же, кто не понаслышке знаком с этими лицами, уверены, что такое агрессивное информационное давление на Южную Осетию заказано определенными спонсорами, имеющими свои интересы на республику. Интересно это, какие у меня интересы на Южную Осетию? Мари, а будь азы кусочкам? Алла, будь азы кусочкам вели, постараемся захватить Южную Осетию. Как отмечает один сервиситинский телеграм-канал по поводу истеричек блогеров, будь у них другой спонсор, они бы пели другие песни, поскольку проституция не имеет вкусов и предпочтений. Только четкий прайс на свои услуги. Эту проблему необходимо решать властям Южной Осетии и Северной Осетии, если понадобится, с привлечением федеральных органов безопасности. Нужно умерить аппетиты обозначенной группы деятелей и отучить от попыток влезать в решение политических вопросов, в том числе по просьбе своих грузинских друзей. Кто делает эти ролики? С какой целью они создаются? На кого они рассчитаны? В этом ролике ресурс Черепа Медиа разделяет наш народ. Они критикуют меня и Вале за то, что мы помогали народу Южной Осетии в сложной ситуации. Южная Осетия – это часть моей родины, и я буду помогать столько, сколько я смогу это делать. Независимо от точки нахождения, я буду призывать каждого осетина к взаимопомощи и всегда это делать. Какие грузинские друзья? Откуда вообще это берется? Вале Газати – это непосредственный участник боевых действий 2008 года. Я обязательно оставлю ссылку на полный выпуск у себя в истории. Я буду очень сильно вас просить, чтобы вы перешли по ссылке, пожаловались на Черепа Медию, потому что это крайне непорядочный ресурс. Я вообще считаю, что это делают точно не осетины. Спасибо за внимание.